Правила перевозки сельхозпродукции частными лицами через государственную границу действуют не первый год. Так, на любой вид фруктов и цитрусовых установлена норма не более 25 килограмм на человека. И, конечно, когда крестьянин вывозит на личном транспорте груз, превышающий эту норму, российские таможенники возвращают его обратно. А сейчас за что вернули вас? Нет объяснения абсолютно сказали. У нас же 25? Нет, у нас больше. У нас до 100 килограмм фейхуала. А у вас двое в итоге? Нет, у нас еще лавр есть. Нет, вы и водитель, два человека у вас, да? Да, да, нас двое, да. Ну, вам сказали здесь, что они могут вернуть, да? Ну, фактически да, там как у них будет настроение. Ну, вы не убедились, к сожалению, что возвращают. Да, 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 нас придут. Будем по 25 килограмм провозить вынужденно. Ситуация такая, сейчас пока больше времени, наверное. Ну, а что делать? Товар портится, надо вывозить, будем по чуть-чуть. Это сколько килограмм примерно у вас? 120. Да, и вы один, да? Да. Вот сказали вам, еще двоих надо, да, пассажиров? Двоих нет. На 25 килограмм на 5 килограмм. Ну, из 25 килограмм, это 5-ти границы. Уже 5 человек. У меня сейчас позвонил, придут 5 человек, 7-я, выеду. А что делать? Другого варианта нет. Это издевательство просто какое-то над народом. 50 килограмм. 50 килограмм, что такое на человека. Даже на машину просто взять, выехать в гости, едешь, уже больше везешь, правильно? Ну да, согласен, согласен. А, да. Здесь какой-то документ вы выписывали здесь, когда вы выписали? Ну, оформлено, так полагается, да. В этом году в Абхазии цена на экспорт мандарин значительно снижена. Если раньше она составляла от 10 рублей и выше, то сейчас не превышает 7 рублей. По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопа, ожидается неплохой урожай цитрусовых, который в основном экспортируется в Россию. По указанию президента, премьер-министр собирал совещание несколько раз, мы подготовились к этому сезону, и было принято решение, насколько это возможно, минимальной оплатой обходилась перевозка для тех, кто перевозит свой урожай. Помимо тех крестьян, которые здесь в меньшей степени представлены, которые свой груз везут, здесь участвуют люди, которые покупают продукцию на Абхазской стороне, везут предприниматели, они являются участниками, и как только со своим грузом приходят, участники внешнеэкономической деятельности, на них распространяются правила, есть платежи, которые необходимо платить, и поэтому мы добились того, чтобы кроме государственных платежей, особенно, чтобы они не обременялись другими платежами, поэтому на Абхазской стороне проблема решена, и это вроде проходит. Что касается установленных на границе правил перевозки сельхозпродукции, то, как отметил первый заместитель председателя таможенного комитета Аля Слабахуа, российская сторона выполняет предписание Евразийского соглашения, где определены виды и категории товаров, их тоннаж и стоимостная величина, которые разрешены для беспрепятственного ввоза на территорию страны. С 1 января 2019 года вообще существует эта утвержденная ставка, где указано, что эквивалент провозимого груза на территорию Российской Федерации для личного пользования, за исключением спиртных напитков, спирта содержащих и так далее, составляет в денежном эквиваленте 500 евро, а в весовом эквиваленте 25 килограмм. То есть, свыше 25 килограмм необходимо все соответствующие документы, то есть, это контракт, это сертификация ответствия, это грузовая таможенная декларация и все сопутствующие документы. Наши граждане, которые возят груз на легковых автомашинах, естественно, у них бывает и по 70 килограмм, и по 100 килограмм, и по 150 килограмм. Ну, наши коллеги Российской Федерации, руководствуясь вот этим вот решением Евразийского союза и своими приказами, вынуждены разворачивать эти машины в обратном направлении, то есть, и вот они возвращаются к нам сюда, на нашу территорию. Вынуждены, естественно, искать еще пассажиров, для того, чтобы груз, который у них лежит в машине, соответствовал по 25 килограмм. То есть, если мы везем, если гражданин наш везет 100 килограмм, естественно, он должен 4 человека, чтобы у него было в машине. Вот такая процедура на сегодняшний день, независящая от Абхазской стороны. Чтобы избежать дополнительных неудобств, связанных с оформлением грузов, первый вице-премьер Беслан Джопа рекомендует готовить необходимые документы на вывоз большой партии цитрусовых заблаговременно. Я хочу обратиться к тем, кто занимается деятельностью этой перевозкой, перевалом всех хозпродукций. В начальной стадии надо придержаться. То есть, если на человека пока разрешается только до 25 килограмм на российской стороне, у нас это 50 килограмм, мы можем даже и повысить, но если превышает 25, то, к сожалению, российские таможенники возвращают этот груз. И поэтому им приходится несколько раз приезжать, оформлять. Одним словом, это просто обременение. Не столько расходов, сколько денежных, сколько-то на время и на труд, который они тратят. И портится, и несколько раз надо им возвращаться опять. И поэтому придерживаться желательно. Им объясняют нашим предпринимателям, что раз они везут на небольших машинах груз, то должны на одного человека 25 килограмм без оформления. И поэтому это не по нашей вине. Это правило, которое мы должны пока придерживаться. В дальнейшем видно будет, если мы сможем добиться, чтобы они увеличили этот объем, массу, то это будет намного легче, конечно. Будем об этом говорить вместе с руководством Абхазии, на уровне, с коллегами, одним словом, на той стороне. Для облегчения оформления перевозки цитрусов большегрузными машинами в Сухуме на территории бывшего таксопарка в этом году открыли пункт досмотра извешивания грузов. Когда заезжает машина из Российской Федерации в пустом виде, она взвешивается либо на ПСОУ, либо здесь. Весья абсолютно идентичные показатели показывают, они проверены госстандартом, опломбированы. Заезжая сюда, машина в пустом виде взвешивается, едет на погрузку. Грузится машина, приезжает сюда, опять взвешивается. Вес тары мы знаем, уже определены, это гофра тара или это деревянная тара. Вес машины, естественно, у нас записан, мы тоже его знаем. И высчитываем, естественно, вес самих продуктов, которые там лежат. Вот, в частности, сейчас только что были машины с ФИХУА, сейчас следом идут с СИТ, с мандаринами. То есть это облегчает то, что на границе не происходит скопления в связи с оформлением, перед осмотром этого груза и так далее. Здесь присутствуют, значит, сотрудники пограничной службы, карантина растений и сотрудники таможни, естественно, да, которые пломбируют эти машины, ставится пломба на кого ленточная, у кого, значит, другого типа пломба ставится, и потом уже машины, как говорится, выходят без препятствий. На абхазской стороне границы при вывозе сельхозпродукции необходимо иметь сертификат соответствия и заплатить таможенный сбой, который составляет 0,1% от стоимости 1 кг товара. На российской же стороне предпринимателю придется заплатить ввозной НДС в размере 10%. На сегодняшний день в Россию уже вывезено более 900 тонн цитрусовых. Алика Трапша, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.